Бердский отдел МВД удостоился благодарности главы города за работу по обеспечению порядка 1 сентября. Также на аппаратном совещании в администрации Бердска обсудили подготовку ко дню города. Подробности в нашем репортаже. В охране порядка 1 сентября были задействованы 50 сотрудников Бердского отдела МВД плюс резерв. Об этом на аппаратном совещании в администрации города отчитался начальник отдела Владимир Соколов. По его словам, серьезных нарушений допущено не было. На неделе изымались сотрудники подробно-постовой службы наркотики. В одном случае это марихуана, в другом случае это метиловый эфир. Также решается вопрос возбуждения уголовных дел, привлечения риска ответственности. Особо тяжких преступлений за неделю допущено не было. Также я и ГИБДД хотел отметить, машины стояли, помощь еще нужна в таких мероприятиях. Уничество в том, что у меня планируется встреча с начальником УГАИ. Игорь Анатольевич, в летнее время они доставляют дополнительные наряды. Но в любом случае помощь нужна, тем более, когда такие массовые мероприятия проходят общественные. Поэтому помощь всегда нужна. Тем временем на этой неделе в Бердске снова праздники. 6 сентября стартует областная культурная олимпиада, а 7 сентября город отметит 303 день рождения. В связи с этим планируется изменение схемы движения в центре. Будет перекрыта для движения транспорта улица Ленина, от улицы Первомайская до улицы Свердлова, а также улица Свердлова и Карломалша до площади Горького. В период с 11 часов до 12 автобусы будут работать по временным схемам движения. Весь автомобильный транспорт на этот период будет перенаправлен по параллельным улицам города. Просьба пассажирам быть внимательными и отнестись с пониманием к временным неудобствам. А в день города, 7 сентября, работа общественного транспорта будет организована следующим образом. После окончания городского праздничного мероприятия, посвященного 303 годовщине города, после праздничного салюта в отдаленные районы Бердска от площади города, всех жителей отвезут автобусы. Пока Бердск готовится к празднику, управление капитального строительства отчиталось о ходе работ в микрорайоне Южный. Три новые дороги уже готовы к асфальтированию. Планируется асфальт укладывать, начать с 7 числа на дороге. До 15 числа будут дороги к асфальту. По всей видимости будем подменять технологию укладывать одновременно два слоя, выравнивающие финишный. Поэтому на все про все нам дается 5 дней. С подрядчиком сроки эти установлены. Параллельно будем вести установку садового бордюра на тротуар. Органировочный срок окончания работ по бордюру это где-то число 10 и, соответственно, число 15, 22 уже укладка асфальта на тротуар. Продолжается благоустройство дворов. На минувшей неделе строительство развернулось на новых площадках. Глава города отметил, что между подрядчиками, управляющими компаниями и комбинатом бытовых услуг пока нет должного взаимодействия. Есть вопросы, которые связаны с реконструкцией домовой территории. Когда не было в этом месте тротуара, организованный слив был сделан на газон. Наличие асфальтного покрытия – это уже технология неприменима. Неприменима. Это первое. Второе – парковочное пространство. Мы достаточно активно сейчас должны с учетом сроков, которые стоят перед нами, активно работать. И здесь без помощи жителей, а здесь я уже работаю не только с управляющими компаниями, необходимости работы, но и с ТОСами. Яркий пример сегодня. Объявления висели, машины все убрали, а вот одна машина осталась. Не пройти, не проехать, не убрать. Технику нагнали. Техника стоит во дворе, сизые клубы дыма пускают в небо и ждем, когда машина появится хозяин. Это тоже недопустимо. По мнению главы, город должен подключаться к работам уже на стадии проектирования, чтобы жители потом не становились заложниками проекта. Проект делают люди, делают для людей. А когда этот проект становится проблематичным, то это уже просто проект для выполнения сметного задания. Оно мне неинтересно. Независимо от того, попали дома в программу благоустройства или нет, они готовятся к зимнему отопительному сезону. Предъявлены 100% многоквартирных домов. Сейчас активно выдаются акты готовности к зиме. То есть данный вопрос также стоит у нас на контроле и рассматривается на рабочей группе в подготовке к отопительному сезону. Готовятся и коммунальщики. Затягивается ремонт теплотрассы, которая идет в сторону лесхоза. В районе поворота на больничный комплекс и роддом раскопки периодически ведутся все лето. На сегодня остаются неподключенными две зоны. Это пеликан и лесхоз, в зоне которых ведутся работы капитального характера по замене участков тепловых сетей. На 4-5 сентября на этой неделе планируется отключение котельной «Новая». Также поверка расходомеров по теплоносителю и ППР насосного сетевого оборудования. Глава города потребовал от коммунальщиков, чтобы работы велись как можно аккуратнее, без повреждений проезжей части, где ездит скорая помощь, и тротуаров, где ходят пациенты.